...не родились, это уже выставка, проведена деятельность нашей Души, а не тела. ...не родились, это уже выставка, проведена деятельность нашей Души, как можно вырастить духовно и как можно обрести истинную природу Души. ...не родились, это определенный процесс, который у нас ухаживает, если у нас все. ...не смотря на то, что это у нас, на самом деле, все это в сердце лучше наслаждение в нашем Души. ...так же, как человек больной жил тут и не принимает вкус сладкого, так же и мы настолько долго принимали самую разнообразную материальную временно деятельность в этом мире, что просто потеряли вкус к этому. ...но если доктор прописывает сладко принимать это понемножку, вкус этот сладкий возвращается. ...потому все мы здесь начинаем понемножку принимать этот сладкий вкус для того, чтобы вернуться к своей изначально своей Души. ...не кажется вам, что это странно? ...не, дело в том, что в условиях гурбанистической агломерации, по-моему, очень трудно найти в своей Души покой. ...именно поэтому не пришла с ней при хоре. ...так, спасибо, вы переводите с собой. ...магарач, it is very difficult in modern society, material society, to find peace. ...so it is very strange that you try to find this way. ...не совсем материально, а просто пониматель. ...урбанизация, урбанизация, я не знаю, что такое самое. ...последствия. ...последствия. ...ноути магарач. ...he just saying, how is to find peace and happiness in this place? ...and our eyes, every, every, every... ...not just examples like this. ...this, this, 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 this is the, this fire is, it's, 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 it's... ...we are there, He is the last, what was said, it's an art, come, isn't it, it's, it's an art, come, isn't it, it's an art, 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 it's an art. ...so you are always find the art, why? ...and the original is the Krishna, a Krishna's son, a Krishna's son, a Krishna's son. ...Sachidana, you are with such an art, so always you try to find happiness. ... ...он говорит, почему огонь всегда в небе горит? ...потому что источник огня — это солнце, оно тянет всё, всегда тянется к своему источнику. ...почему камень, брошенный в воздух, он падает на землю, всё и возвращается к своему источнику. ...почему мы стараемся искать счастье, стараемся искать любовь? ...потому что наш источник, он само лицетворение любви и счастья. То есть, как Krishna описывает о том, что он самый красивый, он самый привлекательный. Он как раз это олицетворение вечности, знания и блаженства любви. И поскольку мы его частички, мы всегда ищем эти вещи во всём. Ну да, но в настоящее время мы находимся в большом городе, в котором живёт много людей, которые обладают эмоциями. Ну и что? И дело в том, что вот даже выйти на улицу в выходной день и выйти на улицу в будильный день, то есть существует существенная разница. То есть в будильный день там воздух он как будто пропитан суетой, непокоен какой-то вот такой вот эмоциональный. И как в условиях, в таких условиях можно тянуться к свету и найти что-то светлое. То есть это всё равно так или иначе отражает, то есть это давлеет на нас. И тем не менее мы настолько к этому привыкли, что трудно освободиться от этого. Потому что если мы живём в другом роде, то когда мы идём на улицу, то все эти негативные moodы, то все эти прессии, то все эти дусы, то все эти дусы и все. Как это возможно просто жить в другом роде? Как это возможно, как это возможно, чтобы всё поменять? Все это All Scripture telling ,to association with a good people. Так что даже если мы все с тобой чувствуем, то есть всё это соседут with a good people. Как даже если мы посмотрели, вот это все чудеса с этими людьми. Как произошли вот эти чудеса и с этими людьми? Как произошли вот эти чудеса с этим людьми? Они тоже жили в этой унылой стране, в этой унылой, страшной урбанизации современной, где-то все прописано этим негативом, этим прессом и всем остальным. Тем не менее, почему они вдруг превратились в таких вот людей в тряпочках, в таких красивых сарик? Все благодаря тому, что они встретили волшебников-пайшнавов, которые подарили им капельки счастья, и вдруг им понравился этот вкус, они это делают. Если вы это поймете, если будете еще несколько раз сюда приходить, тогда у вас все встанет на свои места. Тогда вы поймете наши философии, еще помимо этого, вы еще поймете философию, тогда получите удовлетворение. Мужчинам надо очень много на интеллекте, чтобы понять. У нас только книг, у вас просто такое удовлетворение ум получит. Вот столько кушать ему тут будет. Самое главное, нужно постараться теперь побыстрее отойти от всего плохого, поддурных привычек, и развить вкус к не к хорошему, к чистому. То есть алкоголь бы хорошо, а не пьет, да? Полгода назад, я уже рассказывал некоторым временем, полгода назад приснился сон, что я в теле коровы. Такое и похоже. А меня ведут убивать. И я ничего не могу сделать. Я пытаюсь сказать, что не надо меня убивать. Такой наш, в общем. Я ничего не могу сделать с этим, понимаете? То есть меня все равно идут убивать, чтобы съесть. И я проснулся в холодном поту и с тех пор решил... Махарадж, он имеет специальность от Кришна. Он имеет специальность от Кришна. В полгода, он увидел один мечт. Он – 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 он. Он – он убивает. Да Песнян pareil, Махарадж Instagram Некоторые скидки говорят, что раньше человечество было ково, после чего он был ково. Ково – это ково. Наша идея – это пио, это животное. Все демограды – это ково. Согласно тому, что в физической концепции эволюции сознания до человеческой жизни все проходят через тело коровы. То есть мы все через это все прошли. В Ведах объясняют, что корова – это очень благочестивое животное. Там находятся все Веды, все полубоги. Хороший сон, хороший. Это правда было. Это действительно с прошлого опыта. Настя, гордор. Спасибо вам большое. После этого не хочется есть. У меня у многих друзей подобные сны были. Автодийский лот сейф. Он говорит, что сейчас это произошло, как сработал механизм того, чтобы делать в прошлой жизни. Вы в прошлой жизни имели очень хорошую саду сангу. Вы встречались с такими же волшебниками, занимались тем же самым. Просто в определенный момент, как спусковой крючок, теперь вот эти результаты пришли в Ваши прошлые деятельности. Вот как карма. То, что ты делаешь, но приходит. Вот такой результат можно получить только благодаря тому, что в прошлых жизнях есть определенные заслуги служения. Это не с каждым случается. Это не с каждым случается. Друзья же, да? А вы вегетариатка? А у вас что было? Нет, ничего не было. Просто захотелось мне очень-очень сильно три года назад. Три года уже, просто дизайна, пилы, столк и тупик. Хорошо, хорошо, хорошо. Я остаюсь в Россию, где есть вегетарианец, а это не просто. Это, говорит, такая непростая вещь, вегетарианец в России. Она и в Рудни была. Начался в Возе в Индию, Махарач. Нет, в Индии была, в Вриндаване. В Вриндаване, в Рудни, в Вриндаване, в Вриндаване. Он проходил гавардан по рифам. О-о-о-о-о. А где Кантимана? Вам нужно повторять это именно четко, повторяем иногда. Он говорит, сколько бы у человека не было самих чайных качеств, каким бы он замечательным человеком ни был, если не повторять Святое Имя, все эти качества просто ноль. Если у человека совершенно полный негодяй начинает повторять Святое Имя, все качества полубогов пойдут в него. Это очень хороший дебют в Индии. Одна знаменитая святая женщина в Индии. Мира, она говорит, если только вы берете продукты, то и вы получаете лад. Монки всегда берете продукты. Почему не берете лад? Понимаете? Если только вы берете продукты, то и вы получаете лад. Ати-бизра, монки всегда берете продукты. Монки всегда берете продукты. Это означает, что вы не будете дать продукты. Он не готов, если только вы берете продукты. Морки всегда берете продукты. Но почему не дать продукты? Атамин спрашивает. Если человек просто ест фрукты, то это еще не значит, что он святой. Обезьяны едят фрукты. Если человек пьет молоко, то это еще не значит, что он святой. Телято живут на молоке. Для того, чтобы позвыситься, можно обрести связь с Богом. Если человек всегда берет бот, то это всегда растет в воду. Если человек всегда берет бот, то это будет. Если человек просто омывание святых рек, то это не делается из вас святого, потому что они живут там. Нужно не премь в нахимилананда лала. Нужно быть любовью, аффект, и премь. И как можно премь в нахимиланду, когда вы чаетесь. Для этого нужно повторять имя Бога. И тогда все придет. Хорошо. Как ваши друзья, они могут вам все объяснить. Вы просто попробуйте повторять имя Кришны. Вы увидите, как ваша жизнь и сознание изменятся. Вот этот рабо. Я думаю, Мохан прабо. Он будет постоянно помогать вам. Он тут бесплатный помощник. Как вы далеко от сюда живете? Километров восемь с половиной. Всего лишь? Да. Только восемь километров. Ну а в субботу, вот как ты сказал, что программа проходит. Во вторник, в субботу здесь программа проходит. Дед с книгами, с философией познакомит. Вы поймете, почему все эти люди, вот они все так это любят делать? Хорошо. 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 Трудно дать обещания с тем, чем еще мало знакомы. Difficult to give promise what you don't know what is this. Слово не воробей будете вне поймать. Because of what is not a... Little bird. Yes, it's not little bird, it's a... Sparrow. В общем, it needs a promise and then fulfilled. Он говорит, что для того, чтобы понять любую науку, что-либо, нужно сначала учиться в школе, нужно просто начать походить в школу, попробовать. Дай тебе шанс, попробуй. Ну, вот это уже ближе, просто трудно пообещать то, чего не знаешь, но вы сами понимаете, что если дал обещание, то его нужно сдержать, во что бы это ни стало. Хорошо, что есть еще такие люди. Наш человек, наш. Он спрашивает, что здесь живете, нет? А вы женаты или нет? Нет. Он не один? Нет. Он один, не виноват. Он не виноват. Окей. Окей. Так. Как он ест? Кто готовит? Он же. Он же. Он же. Он же? Он же. Вы предлагаете свою вегетарианскую еду, сначала изображению Крешны, а потом принимается ее? Это скажу, что Крешна Махамадхана, тогда это будет не просто вегетарианская еда, это будет особо освещено. И тогда, когда вы будете ее принимать, у вас будут хорошие благотные мысли, и тогда сомнения будут уходить, это процесс…главное, надо разбудить душу внутри, то есть знание оно там внутри есть хорошо если вы ничего просто не будете делать, вы не сможете ничего понять нужно попробовать это делать как этот материал, сколько лет он изучал, 25 лет потом он делал 10 часов в работе, и потом он собрался если он делал только 4 часов в работе то есть это абсолютное счастье, нужно делать это для того чтобы вы в этой урбанизации сейчас живете как рыба в воде и зарабатываете себе деньги на это вы для этого ведь учились и в средней начальной школе, и в средней и высшей школе чтобы это понять, как жить в таком трудном мире поэтому да мир на самом деле не так уж и труден главное проучиться да, не в этом дело, мир на самом деле не такой уж и трудный другое, что энергия то есть может быть это глупо звучит, но идет энергия то есть хорошо, скажем, как будто сел под дерево и он мог себе позволить что-то понять потому что в единении с природой тепло, хорошо и вот сейчас на улице мороз, машины ездят, шумно то есть даже просто трудно сесть и сконцентрироваться на внутреннем мире ни о чем не думать, потому что шумы отличаются от тех шумов, которые дает природа конечно Махараси сказал, что, например, буддя, для него это очень легко медитать он в очень спокойном месте, без проблем в наше оборудование в наше оборудование махараси Он говорит, что такая медитация, как у Брамы, она невозможна. Можно управлять своим умом без Харе Кришна Махамантры. Махапрагу сказал, что если вы хотите справиться со своим умом, если хотите контролировать свои чувства и свой ум, используйте для этого Харе Кришна Махамантру, потому что это сама инкарнация, звуковая инкарнация Бога. Вот именно Он, Он хозяин всего, Он хозяин вашего ума. Таким образом, повторяя Харе Кришна Махамантру, Он справится с вашим умом и с вашими чувствами. И тогда вы не будете их рабом. В Кали-югу говорится, что Кали-юга – это время темное. Все спасение только в Святом Имени Бога. Но даже если сейчас пойти в лес, сесть там под этим теплым деревом, даже пойти в теплые страны, если вы сядете под деревом и попробуете медитировать, ваш ум будет просто пожинать тищу, чем вы занимались в прошлой жизни. Вот этими вкусами. И все. Вот это будет та медитация. Махапрабхарат. Махапрабху говорит, что не нужно делать, не нужно никуда в лес, не нужно какой-то медитацией заниматься, оно не работает. Живите той жизнью, какой живете, чистым образом жизни, но совмещайте ее с Харикришна Махамантрой, то есть просыпайтесь Харикришна Махамантрой, кушайте Харикришна Махамантрой, гуляйте Харикришна Махамантрой. Если вы это будете делать, вы получите гораздо больше, чем от той несчастной медитации по всем несчастным деревам. Это называется Сахаджи, это самый легкий процесс. Хорошо? Харикришна, 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 Харикришна. Я пока еще не готов. Афред? 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 Он типа наслушается, наверное, когда дерево есть что-то остальное. Прабу, это прабу, окей? Вы можете оставить этот номер имейл. Прабу, окей? Вот дайте свой главный контакт на телефон вот этому прабу. Он даже иногда будет на программу приглашать. А, Махарадж, ты есть прабу? Да, прабу, окей. Махарад еще приедет летом. В апреле приедет еще другой сюда, Валвара. Другой ученый. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Криво. Ана. Африквантчати? Хотите мантру? Очень здорово. Писание говорит, что если что-то плохое, вот если вы вошли, то есть что-то плохое. А если что-то хорошее, то откладывать нельзя, и вообще никто гарантию не даст насчет завтрашнего дня или следующего вдоха. Прохлада Махарати говорит, что нужно божество совершать в пяти лет возраста, потому что никто вам никакой гарантии не дашь, что вы доживете немножко больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Господь Рамачанда говорил о йоде, жителям айоды, он говорит, как можно быстрее, как можно раньше начинайте процесс поклонения Богу, то есть процесс поклонения для повторения Его имени, как можно раньше, как только предстоит возможность, надо за это хвататься. Вы понимаете, как часто люди умирают, под самых различных несчастных случаях, даже не обязательно доживется до... Ну, вдруг у меня недостаточно, как-то сказать, уровень, какой недостаточно, чтобы получить... Может быть, я там недостаточно, как-то человек, чтобы получить... Хорошо, говорит, просто приходите сюда на программу, и что? Ну, Кришна говорит, что для Баски никакие качества не рассматриваются, там, достоин, там, или недостоин, оно для всех подходит. Поэтому и стать самым могущественным процессом. Он говорит, как качество человека рассматривается в материальном, в мирской жизни, там, для всего. А вот для духовной жизни, для Бога среди маковой. Да, Кришна говорит, что только Кришна говорит, что только сердце, любовь. Только Кришна хочет это. Вот это только Кришна, оно же ничем материальном, оно мне уже... Никаким материальным качеством. Ну, я сейчас, не в самом деле. Окей, Прасад, Маха Прасад, где идешь? Да, да. Макарайч, здесь, 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 они, отцом, неу-пипл. Кто? А, Кришна говорит, хороший мач, ади. А, еще, кто там? Кто вставай? Макарайчо, что? Макарайчо, что? А вот здесь вот был Макханшо. Макханшо. О, кто же это дал имя? Я не знаю. Кто же это дал имя? А, Макханшо. А, Макханшо. Да ему было молодец. Да какой же он новый тогда? Он не приходит. А, это случилось 6 лет. Когда он был 6 лет, в этом году он назвал имя все. Все. Вы вегетарианец? А, он вегетариан, Макханшо. А вы? Знаете английский? Он тоже вегетариан. А вас как зовут? Александр. А, Макханшо. А, понятно. И он изучает все. Он изучает все. Он говорит, я знаю, он изучает Веде. Я говорю, да, то я точно помню. А, че, че, че. Кап, я. Иди сюда, прежде. А, че, че, че. А, че, че. У вас вдвоем как бы все хорошо? А, че. А, че. Он говорит, всю жизнь он нужно прожить вместе, не оставляйте друг друга. А, че. Вы же изучали, Деда. Это говорится о том, что ты муж и жена, это одна душа в двух селах. Да. Чтобы вместе шли духовным путем. Духовной жизнью жили. Да. Чтобы вместе шли духовным путем. Махарач. Очень хорошо. И вам тоже нужно мантры повторять. Он не пытается, Махарач. Я даю один Малайс. Я даю Малайс. Он пытается, Малайс. Он говорит, что Махарача тоже может дать чертки, чтобы вместе повторяли. Я не знаю. Но я повторяю много раз. Это важно. Важно начать. Он сказал, что мне не хочет пожаловать без Малайс. Вам не нужно сказать? Нажимаем Малайс. 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 Мы не хотим п Liver и Махарача. Четки на санскрите называются мала. Мала это ман, ум, а ла, который не тянет к себе. То есть когда вы повторяете на четках, вы можете управлять умом, он вам подчиняется больше. И очень важно, чтобы эти четки именно из-за ум. Почему? Потому что Туласи, это Кришна приятная, дорогая возлюбленная Кришна, она очень дорогая Кришна. Когда вы будете повторять это надеяться на Туласи, ваш ум будет естественно бежать на Кришну. И тогда у вас уже будет понимание о том, что действительно совершают баджан, отношение другое к этому будет. Но все наши Госвами, все лишие, ну нет, всегда повторяются на четках мантру. То есть когда у вас четки, то у вас уже ум настраивается на то, что вот такое-то количество кругов не нужно повторить, то есть определенное время вы уже даете на баджанг. Оно более упорядоченное, более ясно. Оно уже четкое. И Кантемало, мы хорошо, как еще раз скажем, это тоже Кантемало. Вот это вот очень важное, важное, где еще на отношении. Это тоже Туласи, которая находится вот на этом месте. Вот это важное место на нашем теле, очень мягкое место. И если во всех религиях на этом месте либо крестите, либо месяцы носят, мы носим Туласи. Потому что если вы Туласи, это сам Лакшми, сама Вагиня Просветания, сама Туласи, Лакшми Нарайна, это как лучшая кавача, лучшая защита вот этого места. Если на вас Туласи, никакой зурной вклад, никакая черно-белая магия вас никогда не коснется. То есть вот это Туласи обозначает, что вы, что вы слуга Вишна. И все те, кто знают, и те, кто не знают, те, кто знают, например, есть многие сущности, которых мы не видим. Они прекрасно знают, кто такой Вишна, и их нельзя трогать на тех, у кого эти Туласи. Вы просто абсолютно будете защищены от всего. И Туласи, так как оно обладает той же Сахти-Шахти, что и Вариндаван. Это совершенно другая энергия. Все, что будет проходить через эту Туласи, все будет очищаться, все становится освященным. Когда мы говорим, что это касается Туласи, это бхайс, это пилот. Это чистая и правдивая. Ямадуты, Бога Смерти, которые утаскивают грешников, они просто не коснутся вас, если он на вас. Потому что каждый день, когда у вас Туласи, когда вы совершаете омовение, постоянно омываетесь в этой воде Туласи, это то же самое, что совершает омовение в Ганге. И она ползает в полости антибактериальной свойствами. То есть когда у вас ЭС, это защищает от рака, от сердечных приступов, потому что оно успокаивает тело, поэтому Туласи, еще медитат Туласи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просим, что привезли. Махарас может быть. Он всего целый пакет привез. Он для человека сюда и привез. Я думаю, они были знакомы, Ананду Манджи? Они были знакомы. Они были знакомы. Они были знакомы. Хорошо. Я могу... Я могу... Я могу... Я могу... Я буду терять и просадить. Сейчас будет кучное пиле надо всем раздавать. Мало хотите поповторять светое имя? О, четко. У вас есть у вас на небе или на пиле? У нас с тобой дороже у нас дома. Угу. У Физяясь, Махарас мало. Хорошо. Просто приходите сюда. Мои у нас замечательные книги. Просто читайте, что в них написано. Хариша. Далеко же ведет сюда? Да, далеко. Сколько есть? Как я скажу, иногда я живу в Теппу, в Брахмачари. Ха-ха. Можете приезжать и жить как в Брахмачари, как в Мальчишке здесь живут? Хорошо? Хорошо? Устали? Нет. Он говорит, что у него есть другая девушка. Да. Нет проблем. Учитесь хорошо. хорошо да, хорошо хорошо мало есть? какие мало есть? есть, в магазине в улице в улице тоже очень красиво очень красиво он говорит английский очень красиво а брата живет? а брата живет? нет не прощает но вот тогда он может иногда приезжать живет а это прасады еще сомпри диде она уже разговаривала она уже разговаривала это девушка сомпри Ты уже говоришь с вами. Все нормально? Почему без Мала? Почему без Мала до сих пор? Нет, не могу. Чанты каждый день. И с этой сестры Вы знаете, как вы делаете тела? Какая у вас замечательная сестра? И с Нилой, как вы делаете тела? Какая символа не знаю. И так? Хорошо. Все хорошо. Хорошо. Пойдемте на горячем с Мала. Я говорю как просаду. Мога просаду. Да! Пожалуйста. Это кружнице. Спираль. Это кружнице. Это кружнице. Это кружнице. Это кружнице. Это кружнице. Кружнице. Где я тут? А че то? Давай, давай. А не делай, что уже на Алтае нет? Да. Брат, а че то? Эй, а че то? Это кружнице. Да. Там такое песня нереально. Я в этом году езжу, только одна я была. Вообще так тяжело одной кружнице. Но это... Чудо. Иди-иди-иди сюда. Вот такие вот расклады здесь у нас. Опа. Ага. Все замечены. В конец трансляции. Продолжение следует. Поехали! Согласи. Наукупажа! Как мыnalстур утром? Наукупажа. Раукупажкия. Приехалась. Согласно мослятнойии.